здравствуйте ребята вами надежда николаевна добро пожаловать на канал ума предлагаю вам слушать сказку которая называется иван царевич и железный волк теле удобно теперь немножко в другом формате я вам читаю приготовились слушать сказка народная был в себе царь-государь и был у него сын иван как-то поехал иван царевич на охоту едет темным лесом до беде лежит птица золотыми крыльями только хотел стрелять а сзади него как да шелестит что-то он оглянулся а сзади него стоит железный волк и говорит давно я этим лесом себе гуляю да никогда не видел царевич а теперь уже и полакомлюсь царским мясом не ешь меня говорит царевич возьми с меня что хочешь ну хорошо говорит волк тогда я тебя съем как будешь жениться долго иван царевич и жениться а потом отец его и говорит сыночек да уже пришла пора тебе жениться нет говорит царевич не хочу потому что как я ездил на охоту когда-то давно то волк сказал что съесть меня прям на моей спаде да не бойся ты ведь у меня там много войска а ну застрелить этого волка успокаивал его отец вот нашли они невесту царевну из соседнего царства обвенчали молодых а потом приехали во дворец свадьбу гулять и только музыка заиграла и жених с невестой начали танцевать когда их слышат волк бежит волк бежит волк бежит солдаты давай в него стрелять ничего не по телу ведь железные пули от железного волка отскакивают а волк бежит и прям напрям кей и всех кусает тогда он подскочил к ивану царевичу схватил его посадил на коня и полетел на нем к себе домой как птица а волк за ним скачет царевич степью когда смотрит стоит хатка небольшая а в той хатке сидит дед царевич вошел в домик да и говорит здоров был дедушка здоров будь иван царевич ты по воле или по неволе ко мне заглянул спрашивает дед ну как казак без доли зашел бы сюда по неволе отвечает царевич железный волк меня хочет съесть тогда дед дает царевичу платочек и говорит не бойся как увидишь этого волка брось ему на шею платочек с него железо испадет станет он тогда змеем с двенадцатью головами сейчас же руби его стал царевич домика выходить а дед ему еще и полотенечко протягивает на говорит это полотенечко как победишь змея как победишь железного волка иди и к ведьме к его жене махнешь полотенечком и станешь котиком тогда бежи в хату да послушай о чем там ведьма со своими дочерьми разговор будут вести а как выбежишь из дома махни крушничку и сразу станешь человеком пока посмотрите картинку как они будут совет вести поле встретил царевич волка в чистом поле излопчился и бросил волку на шею лоточек слетела тогда все железо с волка и стал он страшным двенадцатью головым змеем царевич как поднял как рубанул с правого плеча шесть голов так и слетели развернул он саблю да с другой стороны так пять летали последние головы тогда он языки повнимал змея сжег и пепел по ветру развеял управился со змеем помолился Богу да и поехал к ведьминому дому привязал коня возле дуба махнул полотенчиком и превратился в котика забежал в прихожую да и спрятался сидит и слушает а ведьма с тремя своими дочерьми совет советует старая ведьма говорит ух клятый царевич моего мужа и вашего отца убил как бы его этого царевича соседу извести старшая дочь говорит я буду колот он напьется воды да и умрет а я отду да и превращусь в золотое яблонь он сорвет золотое яблочко съест и отравится и смертью умрет говорит меньшая а самая младшая говорит а я превращусь в красивую светелку будет там очень много всякой еды аппетит и всяких напитков он войдет поезд попьет да и лопнет все котик запомнил что они говорили он вышел на улицу махнул полотенечко и стал человеком сел на коня да и поехал долго ли коротко ли он ехать как захотелось ему пить смотри колодец стоит помнил царевич про ведьмыных дочек подошел к колодцу ударил по нем саблей крест на крест от него кровь так и потекла поехал дальше смотрит стоит яблонька а на ней золотые яблочки подъехал он к той яблоньке как рубанет саблей взвилась яблоня опять поскакал царевич когда это стоит поле светелка а в той светелке одна еда и напитки дошел царевич туда да как размахнулся саблей по стенам так и погибли все ведьмины дочери сел иван царевич на коня и быстрее домой а там ему не нарадуются живут они теперь с молодой женой да царюю ребята с вами была надежда николаевна в таком новом формате я была в самом начале когда читала сказки ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нажимайте колокольчик а как дело пойдет мы посмотрим всего вам доброго на не там не не Продолжение следует...